привет друзья меня зовут коротчинский дмитрий я являюсь владельцем компании алюма я решил заказать себе новую лодку для личного пользования дело в том что этим летом все выходные я провел на воде на нашем тестовом катере алюма шторм 577 так как никуда выехать нельзя было поэтому вот это оказался единственным доступным видом отдыха и я очень этому рад потому что я открыл для себя новый мир для меня рыбалка это было что-то из области всегда там спортсменов вот что-то зачем можно там понаблюдать но я никогда в этом не принимал само участие но в этом году я накупил себе кучу снастей меня научили правильно кидать правильно там нанизывать все это дело не это очень понравилось более того это понравилось моим детям мы очень часто ездили на рыбалку это понравилось моим родителям ездили очень много отдыхать по нашей реке но так как лодка тестовая то есть она рабочая периодически на выходные не получилось ее забрать потому что приезжали потенциальные клиенты на тест-драйв иногда эту лодку мы отдавали кому-то подмену и я решил что наверное надо заказать прям свою свою себе себе и естественно как любой покупатель я перед тем как заказывать проанализировал весь рынок я посмотрел на всех производителей то что предлагает и я пришел к выводу что лодка люма шторм 577 наверное является по моему мнению лучшим предложением которые сегодня есть на рынке и это не потому что эта лодка которая производит моя компания а потому что есть ряд факторов вот которые неоспоримы насчет скорости насчет мореходности это конечно же вопросы всегда на которые можно много и долго дискутировать но эта лодка нереально комфортная за счет того что она имеет ширину порядка 2 2 метра 50 сантиметров на этой лодке очень комфортно находиться довольно таки большому количеству людей на ходу 5 человек или допустим прям компании несколько 7-8 человек совершенно спокойно в ней вмещается в этой лодке есть уникальные фишки которые я не видел ни у кого другого это тент который складывается под фишку форму это очень удобная вещь тент раскладывается буквально за считанные секунды вы наверное все это уже видели в обзоре поэтому решил заказать себе алюма шторм 577 и решил записать несколько видео на этот счет для того чтобы показать вам какой путь проходит клиент покупатель когда обращается в нашу компанию прямо с момента заключения договора потом работы с проектным отделом потом мы покажем лодку на каждом этапе как она производится сварка покраска сборка электрика и конечно же будет первый спуск замеры все всех параметров лодку я решил заказать себе с меркам есть от лошадиных сил проект с и решил сделать решил сделать так чтобы только была вот в максимально топовой версии максимально топовой версии вот как говорится вот тут туда все что возможно поэтому если у вас есть какие-то идеи по кому-то доп оборудования по каким-то фишкам буду вам признательно благодарен если вы это напишите в комментариях поэтому как говорится устраивайтесь поудобнее будет несколько серий надеюсь что данное видео будет вам интересно а кому-то может и полезно почему решил поставить на лодку двигатель mercury 250 лошадиных сил потому что мне кажется что у этой лодки есть существенный запас по скорости на тестовом на тестовом катере стояла yamaha 200 лошадиных сил и когда ты идешь на максимальных оборотах на максимальной скорости я напомню что мы разогнали до 94 километров в час я вижу что у нее есть еще запас по скорости то есть она может ехать еще быстрее но при этом быть такой же управляемой и комфортной поэтому ставим двигатель мерк 250 он по расчетам эта мощность по расчетам подходит туда и посмотрим также комфортно также управляем эта лодка будет с таким мощным двигателем ну и заодно замерим какую максимальную скорость на этом двигателе выдаст алюма шторм 577 и так с чего обычно начинается покупка лодки конечно же она начинается с изучения информации о ней поэтому на нашем сайте alluma bots точка ру вы можете получить всю исчерпывающую информацию об этой лодке заходим на сайт переходим в раздел alluma шторм 577 и здесь первое вы можете пройти 3d тур вы можете посмотреть на эту лодку со всех сторон по открывать все рундуки посмотреть на эту лодку как будто вы стоите на фиш-платформе или стоите на носу или находитесь в кокпите очень удобная функция второе вы можете посмотреть здесь подробный обзор в котором рассказано не просто о том из чего состоит лодка с каких материалов но также показаны все характеристики скоростные как лодка ведет себя при нагрузке на каких оборотах с какой скоростью то есть максимально подробно что только можно было сделать ну и третье вы можете почитать полностью всю информацию о ней основные параметры длина ширина киллеватта с чего она состоит какие-то базовые комплектации поэтому на этом сайте есть все и естественно после того как мы изучаем информацию на сайте мы звоним в отдел продаж который указан на нашем сайте но я не звоню в отдел продаж я нахожусь здесь поэтому сейчас буду заказывать себе лодку миша я хочу заказать себе пятьсот семьдесят седьмой шторм и вопрос такой скажи вот обычно люди когда звонят они как они заказывают себе лодку то есть вот что они тебе говорят хочу лодку и на какие-то тебе указывают там особенности вот как они это делают чаще всего говорят что хотим как в обзоре то есть в такой же комплектации но естественно углубившись дальше ну есть уже там свои пожелания особенности то есть обзор как говорится рулит отлично хорошо скажи мне пожалуйста вот если говорить про базовую комплектацию да вот в пятьсот семьдесят седьмом шторме что туда входит ну там по сути есть все необходимое уже для эксплуатации кроме дополнительного оборудования есть окраска судовая краска есть премиальная отделка маридеком с мтеком есть уже в базе там премиальное сидение и руль аэратор в базе две помпы в базе там ходовые стояночные ну то есть все кроме топ оборудования все уже есть супер тогда такой вопрос скажи пожалуйста вот если говорить про индивидуальные какие-то подходы вот что я могу поменять в этой лодке то есть вот что я могу изменить ну в первую очередь естественно цвет вы можете выбрать абсолютно любой и это не будет ничего стоить безусловно да во вторых вы можете аэратор второй сделать если вам нужно на карминах чаще всего это ну спортсменов интересует можно незначительно внести изменения в конструктив допустим там задних рундуков если это ну не повлечет за собой там силовый набор наборы все эти несущие конструкции понял хорошо если говорить про эту модель на палубе есть большой длинный рундук в котором размещается много аккумуляторов в эту лодку я хочу поставить себе лиферные батареи и так как я считаю что 5 спингов рундука которых помещаются x головой я бы хотел бы центральный рундук использовать вместо бензобака то сделать больше бензобак это возможно да это возможно и его объем будет в районе 300 литр скажи пожалуйста вот эти изменения допустим убрать рундук и сделать больше бензобак будет мне что-нибудь стоит дополнительно ну и теперь коротко комплектация что я хочу чтобы было в лодке первое лодка в базе плюс mercury 250 лошадиных сил естественно что это должен быть гидроусилитель руля гидролифт гидролифт скажи пожалуйста какой то нужно стоит я советую мы советуем сестар и гидравлическую систему рулевого управления и гидролифт потому что они максимально хорошо состыкаются отлично значит на этот раз мы попробуем мини-коту мини-коту автоматическим опусканием и подниманием да дальше к мини-коте тогда мы берем до хими-коте и там по 15 дюймов так дальше гидролифт сказал что еще можно а музыка значит музыка это рокфорд это два буфера это вот там был 6 динамиков до 2 пищалки если можно поставить туда вот максимальное количество подсветки которая есть так что еще обязательно мойка что было ну естественно весь набор аккумуляторов и заряда к ним то есть кратерсти даже быть лиферные ну и зарядки сколько там получится что 2 получается 1 36 вольтовая 2 да и обязательно холодильник и обязательно отдельный аккумулятор на холодильник отдельный аккумулятор на идет на музыку потому что он на музыку на приборы и на электроякорь актив трим функцию что это такое но это функция автоматического управления прим для того чтобы опытный специалист он уже это делать наверное автомат особенно начинающим водомоторникам не всегда понятно как правильно окей тогда сделано следует так как мы ставим перед собой цель сделать лодку в максимальной комплектации я думаю что это мы включим обязательно ну естественно столик естественно тент ходовой тент стояночный и что еще цвет корпуса черный и мотор черный отлично после того как мы получаем подробную информацию от клиента его пожелания мы составляем подробную спецификацию в которую включаем все то доп оборудование которое мы предлагали ему ну и плюс базовую комплектацию лодки то есть именно по этой спецификации эта лодка будет производиться поэтому составляем спецификацию и отправляем ее клиенту на утверждение и так мой катер сейчас уже находится на этапе проектирования и какая у нас есть фишка обязательно перед тем как запустить катер в работу в изготовлении мы с каждым заказчиком еще раз согласовываем все параметры существенные у каждого клиента обязательно есть какие-то свои индивидуальные требования поэтому эти индивидуальные требования мы даже не просто описать на бумаге мы должны показать как это будет визуально ну как это будет выглядеть потом в изделии и так как основная наша задача сделать так чтобы клиент получил именно то что он хотел мы делаем как бы ну не то чтобы индивидуальный проект но все это дело визуализируем специальной программе и обязательно с ним согласовываем вот как говорится и теперь пришла моя очередь сейчас мы находимся в проектном отделе и проектировщик сейчас будет со мной согласовывать мой катер принципе большому счету наверное из индивидуальных требований у меня там не было ничего просто катер максимальной комплектации но все равно расположение приборов на панели расположение кнопок это ну как говорится у каждого есть свое представление о прекрасном поэтому после того как мы делаем проект мы распечатаем вот такой документ в котором еще раз прописываем все характеристики все цвета паралу все габариты всю комплектацию прописываем все до оборудования и дальше мы делаем вот такие вот вот расположения которым показываем где что как будет находиться это вот первая часть дальше мы показываем в принципе прописываем какая часть катера будет каким материалом отделана потому что иногда кто-то хочет чтобы fish платформа допустим было с ковролина а кто-то хочет она была извинила это обязательно должно быть отражено в документации которая поступит на производство и мы даже показываем здесь какую сторону открываются рундуки где располагаются замочки потому что это дорогой катер и вот индивидуальные какие-то пожелания они очень часто бывают и дальше мы показываем как будут располагаться приборы где они будут находиться где будет какая кнопка как они будут подписаны и после того как человек совсем согласен он ставит свою подпись и именно после этого катер поступает в работу иногда бывает такое что в договоре человек указывает одни параметры потом проходит какое-то время он смотрит больше обзоров больше информации собирает и допустим я хочу что допустим меня катер был ну не черный примеру там а серый там либо зеленый или вот я хочу такую аппликацию и поэтому так как очередь на катера сейчас идет несколько месяцев у человека есть еще примерно там два-три месяца для того чтобы подумать и возможно какие-то моменты изменить двигатели поэтому в принципе все что я заказывал здесь отражено единственное что вот с меркурия пришла с компанией mercury пришла новость о том что мне не будет белого двигателя мне будет черный двигатель потому что вот что то какие то проблемы в этом году у них в принципе с двигателями и вот белого у них нет а так все электромотор эхолот лиферы опорные модули гидролифты там кормовые фонари горн куча музыки поэтому все нормально запускаем работу а в следующей части я покажу сборку моего катера от начала и до конца то есть от сварки корпуса до наверно уже установки двигателя поэтому не пропустите и и и